АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Виктория Попкова дальним ударом зашиворот голкиперу, открыла счет в матче, выведя Казахстан вперед, а во втором тайме две эстонки вырвали победу для своей команды и таким образом три очка в копилку турнирную себе заработали. Сейчас футбол другой, знаете, как-то более взрослый что ли, и с первых минут, и видно, что и одна и другая команда сейчас будет бороться за инициативу, с места в карьер сразу начали, сразу перешли к атакам, ну а чего ждать, действительно соперницы друг друга знают, весной уже встречались. Изначально вообще матчи должны были проходить в 15-18.00, но из-за южноказахстанской жары эти игры сдвинули на час позже. Вот в 19.00 наш матч начался, в принципе погода благоволит создавать вот такие опасные моменты, пока что благоволит сборная Азербайджана, но я надеюсь, что и казахстанки в долгу не останутся. Пробивала поворотом 10-й номер азербайджанской команды Нигар Жильли, девушка 97-го года рождения. Смотрите на повторе, отклеилась она от защитника казахстанской команды и беспрепятственно пробила. Интересные имена и фамилии встречаются в составе азербайджанской команды. Здесь есть и с испанским уклоном, например, уртист. Причем, судя по датам рождения, Малена и Самара, они родились в один день. Я не знаю, они близняшки или двойняшки, но тем не менее, вот девочки родились в один день. И обе играют в футбол, обе выступают в составе азербайджанской команды. Штрафной удар Айсу Налиева навешивала. Нашего голкипера, вероятно, слепило солнце. Было видно, что выставила руки, ожидала, что мяч все-таки упадет в ладони, а он в ногу улетел. Могло, конечно, все закончиться плачевно, но для нас тот эпизод сложился благополучно. Атака Азербайджана. Прерывается она на фланге. Игра в центр. Потеря. Снова азербайджанки свою атаку организуют. И снова брак в передаче. Аут. Игра в центр. А? А! Покупающий порыв, естественно, мы отнесем в актив казахстанской команде. Повтор. Убрала наша нападающая Светлана Бортникова визави Лусию Санчес. Развернулась, прошла и пробила. Первое атакующее действие казахстанской команды в сегодняшнем матче. Первое по-настоящему достойное внимания. Снова борьба. Не получается отбросить в нападение, но мяч остается. Мяч по-прежнему в поле. И нет, все-таки упустила. Ксения Хайрули на крупном... Нет, это не 20-й, 21-й номер, это Дина Сапарова. В пользу сборной Казахстана. Айгири Майдбекова. Вперед на Сапарова. Сапарова зажигает свечу. Бортникова борется. Очень много борьбы. 10 минут сыграно. 0-0. Пока динамичный футбол. Девочки бегут. Жалили. Жалили. Сделала пас. Оставляют мяч азербайджанки у себя. Перевод налево. Малена Уртиз сыграла со своим партнером. Уж не знаю, сестра это была или нет. Лусия Санчес не догнала мяч. Лусия. И за боковой выбрасывают наши футболистки. Игра пока на половине поля сборной Казахстана проходит. Но вот сейчас бы не привести ничего ненужного. Игра не остановлена. Мяч у азербайджанской команды. Перевод на левый фланг. Жидаем. И мяч. И мяч в поле не остается. Свободный удар. Турнир развития Уэфа. Будет проходить в Шемкенте на протяжении трех дней. Завтра. Состоятся также два матча. Эстония сыграет с Азербайджаном в 16 часов. И в 19 между собой проведут матч казахстанские команды. Одна Ю-19, другая Ю-17. Финальный день соревнований 19 июня. В пятницу. В 10 утра Казахстан сыграет с Эстонией. И в 13 часов Азербайджан помиряется силами с молодой казахстанской командой Ю-17. Но это все дела будущие. Но за счет пока не открыт. Но игра в принципе интересная. Очень много аутов. Вот теперь наконец-то мяч достается казахстанской команде. Продолжение следует. Азербайджанки постепенно перехватили инициативу и чаще держат мяч. С мячом 20 номер Сухила Ильтар. Ошиблась она в передаче. Перехват. Вперед в направлении Светланы Бортниковой. С мячом 9 номер. Неплохо обходит. Бьет в ближний угол. Будет наверное удар посильнее. Доставила бы хлопот однозначно азербайджанскому голкиперу Светлана. Но мяч впустила в ворота слабенько. Вот смотрите. Покатился. А голкипер была там на дальней штанге. Ждала навес. В принципе хитро сыграла Светлана. И можем ее за это похвалить. Наталья Луа. Вперед. Не точно. Неплохо. Но вот Бортникова сейчас. Она очень активно открывается. Посмотрите. Постоянно меняет позицию. 9 номер казахстанской команды. Перемещает. Передвигает за собой. Заставляет смещаться защитниц. Зацепиться за мяч. И выйти на освобожденное пространство. Остается мяч в поле. А нет не остается вернее. Аут. Контроль мяча. Но 3-4 передачи. Азербайджанки пытаются сделать точные. В невысоком темпе. То есть бегут гости резво. А вот когда касается передач. То конечно не спешат. Стараются точность. Поставить во главу угла. Угловой. Там матч поинтересней. Однозначно поинтересней пока складывается. Нежели игра первая. Нежели игра открытия турнира. Кристина Бахарадзе. Кристина Бахарадзе. Ух как интересно. Пробивала поворотом. По-моему это была Нигаржа Лили. Опасный момент. Прозевали подключение из центральной зоны. В первую очередь полузащитники казахстанской команды. Потому что это их обязанность встречать всех тех кто набегает. Там уже ниже в глубине естественно работают защитники. Проспали подключение. И повезло что удар слабенький получился. Повтор мы с вами углового. Имеем честь наблюдать. Было много времени. Вот я уже могу сейчас сомневаюсь что это вообще Джалили пробивало. Могла быть и Мана Малаева. Еще раз режиссер нас балует повтором. Так и не разобрали. Ну ладно штрафной удар. И вынос. И вынос. Подбор будет? Будет. Как-то неудачно дальше было сыграно к сожалению. По-моему оффсайд. Да положение вне игры. 19 минут у нас сыграно 0-0. Счет не открыт. Атака азербайджанской команды. Один в один обыграла крайне у защитника. Футболистка в красной форме. И тут лишь аут. Потеря. Неудачно сыграно. Хорошая стеночка. Навес. Аккуратней. Нужно здесь аккуратней действовать. Снова выносим на ногу азербайджанка. Айсу Налиева это была. Люсия Санчес. Назад. Отличительный факт такой. Азербайджанки все. Насколько я вижу с длинными волосами. Или с собранными волосами. Для представительниц Азербайджана. Для девушек. Насколько я знаю волосы имеют длинные. Особенно волосы имеют очень большое значение. Ну как и для многих казахстанок. Но мне кажется в Азербайджане это как-то больше развит этот культ. У нас момент для небольшого отдыха. Водопой. Кто-то пошел в тень. Здесь тоже есть тренеры. Возможно личные. Клубные тренеры. Кто-то пошел к Буровке. К главному тренеру. Ну и запасные вы видите. Все сидят здесь на трибуне в тени. Чтобы не перегреться на солнце на противоположной стороне. Жарко. Да, действительно в Шемкенте жарко. И никого не удивишь. Какие температуры на термометрах. В это время года отображаются. Можно продолжать матч. Освежились все. У азербайджанок мяч. У азербайджанок последние минуты контроль игры. Казахстанки без мяча, по сути. Просто передвигаются. Пытаются отобрать. Если бы мы сейчас считали процент владения мячом, я думаю перевес был бы солидный на стороне гостей. Попытка неудара. Был навес. Нейгар Джалели пробила. Вот именно что навесила, а не пробила. Сам себя путаю. Подбор. Передача. Бить было сложно. Все было закрыто. Шанс оставался для передачи у футболистки Азербайджана. Но стушевалось. Джалели. Навес. Здесь никого. Ну и атаку сейчас казахстанкам развить. Хорошую быструю контратаку. Однако натыкаются на прессинг. Высокий прессинг. Похвалим азербайджанок. Есть движение. Встречают оперативно. Вот смотрите. Даже сейчас заставляют ошибиться. Пока Казахстан не может выйти даже со своей половины поля. Увы. Неплохо. Ну вот есть шанс. Вроде бы вышли из-под прессинга. Что дальше? Что придумать можно? Заброс. Теперь примерно ясна нам тактика. Какой придерживаются футболистки команды Заева. Расчет на быстрого таранного форварда. По всей видимости на Светлану Бортникову. Да. Как видите в женском футболе. Даже в молодежном. Таранные форварды тоже есть. Хайрулина ошиблась с передачи. Подставила свою партнершу. Джалили. Неплохо. Под удар. Ух. Срезается мяч. Но не в ворота. Ни с кем сыграть. Никто не открывается. В общем тут в борьбу все уходит. Свисток нарушения правил. Быстрый розыгрыш. Нет. По катящемуся мячу нельзя. Нельзя. Нужно остановить конечно же мяч. Микруль. Мах. 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 Дальний удар Сложно сказать, что это было В надежде на что Пробивала футболистка казахстанской команды Опустился мяч на сетку Уже над воротами За пределами поля Хотя знаете, в первом матче Я думаю, этот матч обе команды видели Капитан казахстанской команды Ю-17 Конечно, не так высоко отправила мяч Но тоже по дуге Какой-то был определенный момент отчаяния Что-ли под занавес матча Под занавес тайма И повезло В том моменте повезло Опустился мяч В сетку В ворота Неплохо И тут тоже хорошо Хайрулина И сразу бить Сразу бить Не хотят развивать момент Казахстанские девчонки Предпочитают быстро завершить атаку Довести ее до логичного завершения До ума Многие тренеры считают Что так и должно быть Что любая атака Должна иметь свое Логичное завершение То для чего она создавалась Именно удар по воротам Но выбирая между вот такими ударами И пожалуй ударами уж очень далеко за пределами штрафной И ударами уже внутри штрафной площади На мой вкус Я бы выбрал второе И посоветовал бы девчонкам Еще сделать одну-две передачи Но выйти на более уструю позицию Возможно у тренера Казахстанской команды Другое видение ситуации И У них другие сейчас задачи Может быть Не стоит задача сейчас Обострять А просто как бы Можно больше атак создать Чтобы почувствовать Каково это атаковать вообще Обе команды молодые Обе команды развиваются Турнир ведь так и называется Развитие Так что здесь нужно попробовать все И оборонительные схемы И атакующий Футбол ведь это не только Голы Но это еще и Разные тактики И умение обороняться И умение сделать так Чтобы соперник тебе гол не забил Кстати в казахстанском чемпионате И вообще говоря Казахстанских футболистах Чаще у нас умеют действительно обороняться Нежели забивать Иди пойми вот что Действительно проще Обидная потеря в центре поля Вновь потеря Неудачно Второй раз играет Зулира Абишева Перспективная атака Голый фланг Подача Удар И еще раз Везет Везет Казахстанской команде Что не залетает мяч в сетку Обыгранный был защитник на фланге Посмотрите Обыгран И В данном случае Крайний защитник Потому что было смещение И не попадает в ворота Нигар Джалили Хорошо Очень хорошо Штрафной И решение Желтая карточка Да Это не последний был защитник Еще после Натальи Ло Находился Ее партнер Поэтому нарушение Тянуло Лично Желтую Режиссер нам вот крупно Ведет 20 номера Сухиля Ильтар Мне кажется Что не она Желтую карточку Получила А шестой номер Эдиктор по стадиону Не объявляет Ну уже давно Конечно не объявляет Не получил Желтой карточки Штрафной Положенный 9 метров Удар Со второй попытки Мяч фиксирует Айтай Эээ Да естественно Айтай Шарифова Калкипер Азербайджанской команды Очень опасный момент Очень опасный момент Завершается голом Вы знаете Вроде казалось Что Одна Одна одинешенька Нигар Джалили А рядом с ней Два защитника Ну одна В этом случае Все таки Одна была защитница Которая не смогла Прорыв Десятого номера Остановить 0-1 Азербайджан Азербайджан Выходит вперед Вот автор Забитого мяча Десятый номер Нигар Джалили Даже правильно Джалили Прошу прощения Чтобы вы ошибался Фамилии Джалили Нигар Джалили Десятый номер Открывает счет В матче Третий момент Если мне память Не изменяет Третий По-настоящему Опасный момент Завершается Взятием ворот Ну когда с танком Надо добавить Добавить во всем И в движении Потому что Азербайджанки Пока Откровенно говоря Перемещаются Побыстрее Вы посмотрите Сколько прессинга Посмотрите Какие скорости И нашим надо В этих компонентах Обязательно Прибавлять Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Очередная пауза игровая у нас завершается Вновь попили водички Можно дальше играть Жарко, жарко в Шымкенте Длинная передача вперед В центральную зону Точная передача в исполнении Ильтар Сюхейла Аут Аут Конечно, азербайджанки добились Положительного для себя перевеса в счете И скорость сбросили Теперь обороты необходимо наращивать казахстанкам Подбираются постепенно к воротам Неплохо Но спешить сейчас не нужно Точной передачи, конечно, хотелось бы увидеть Странная история Играем дома Где стены помогают Как говорится А ноги-то дрожат почему-то И в последний момент В нужный, в самый нужный момент Точной передачи сделать не получается Вот это хорошо Это была борьба Но могло получиться что-то из Этих контактных По сути, единоборств На грани было Конечно, арбитр мог и свистнуть Остановить матч Но нужно бороться Нужно быть более настойчивыми Нужно пытаться навязать свою игру Чего пока казахстанкам Что пока казахстанкам не дается К сожалению А азербайджанки, посмотрите Просто на ошибках Подлавливают команду Вот И еще одно И мяч снова в азербайджанке И посмотрела со всех сторон Где есть кто И развернулась И уже, по-моему, оборона вся наша перемешалась Разобрать бы сейчас позиции, верно Просто пижонить начали Азербайджанки Просто пижонить И повезло Если бы, по-моему, разобрали Эпизод Хотя бы завершили бы его ударом Было бы, наверное, опаснее Хотя изначально перспектива Данной атаки Виделась Очень-очень ярко Вот она, одиннадцатый номер Кристины Бакаранзе Которая могла Пробить Но решила Посмотреть по сторонам Поискать партнеров И до удара не довела Казахстанкам на руку Удар С камеры казалось Что в девятку летит Но на деле Гораздо дальше Оптический обман Видите, даже режиссер считает Что момент опасный Голкипер все видела Очень быстро разыгрывается Игрывают аут Азербайджанки Еще один аут Не так много остается времени Но с учетом остановки игры На то, чтобы освежиться Я думаю, минуты три будет добавлено Соответственно, играть Порядка восьми девяти еще Длинная диагональ Это все в борьбу Но вот сейчас Снова дальний удар И все-таки я Чем больше дальних ударов Казахстанские девчонки наносят Прихожу к мнению Что это была установка тренера Больше бить Но видите, сложно еще играть Против солнца На втором тайме Конечно, будет полегче Но там уже и сядет само солнце Для азербайджанок Это не будет помехой Очень много борьбы Много потерь Аут Сникли Как-то сникли И куда-то запал Весь делся у казахстанских футболисток Который был в начале игры А вот куда он делся Выяснять будет в перерыве Главный тренер этой команды До 19 лет Вот он крупным планом Роман Заев Аут Вот борьба Вот сейчас может быть что-то получится Неплохо Бортникова Пока индивидуально Пока все индивидуально Команда не получается К сожалению Подключение А кому Если навешивать Некому Бортникова Так Кто должен быть на позиции нападающего Сместилась сейчас на фланг Но В честь и заработала Штрафной Штрафной Как мне казалось Нет Не штрафной Лишь аут Потеря Неудачная игра Казахстанской защитницы Отдали просто мяч И выход 1 на 1 Ворота пустые На кого мяч вышел Тут в борьбу Успеет колки перевернуться Много пожара Очень в действиях Казахстанской команды А это очень больно И надо выбивать мяч И вызывать медиков Судя по тому Что соскочила С газона сейчас Кристина Бакаранадзе Больно Но видимо не настолько Как это нам показалось Хотя я продолжаю изумляться Насколько мужественны Эти девушки Насколько крепкие духом И жесткая контактная игра Очень много стыков Никакой защиты нет Сродни Контактным Единоборством Иногда и пожестче Даже бывает Но играют Только поаплодировать Остается и сказать Молодцы Одна из последних Возможностей Атаку Организовать В первом тайме Тут уже время Подходит К Своему логическому Завершению Таймер нам показывает 44-15 Плюс добавлено Будет еще Естественное Все-таки Паузы были Остановок Очень много Было Вновь ошибка Здесь конечно же Не теннис А футбол И статистику Невынужденных ошибок Не ведут Но Сегодня их У Казахстанок В этом матче Просто Очень много Количество Зашкаливает Правда Собраться нужно Нужно собраться Поверить в себя Неплохо На индивидуальных действиях Сейчас Прошла Казахстанская Футболистка К сожалению Не вижу отсюда Номер Это была Дина Сапарова Остается мяч в поле Или не остается Так Там вообще По всей видимости Оффсайд был Судя по тому Что разыгрывается Не Из штрафной площади Даже мяч Еще одно нарушение Можно побежать Вперед Большинству И попробовать Забить Младшая Казахстанская Команда Подзанавистайма Сегодня уже забивала Примерно на этих же минутах На 45-46 А сейчас Шансы по крайней мере есть Мяч у казахстанской сборной Но не дает арбитр провести Атаку до логического Завершения 0-1 Азербайджанки Ведут в матче С казахстанками Перерыв 15 минут И второй тайм Чтобы сравнять И выйти вперед Будем в это верить Давайте отдохнем Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 Единственный Добавил субтитры 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 Добавил... Добавил субтитры 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 Добавил субтитры